Крупнейшие технологические компании мира создали глобальную ассоциацию виртуальной реальности. Sony, Samsung, HTC, Acer, Google и Facebook приняли решение объединить свои усилия в области VR и создать единую экосистему или единый стандарт для виртуальной реальности. Эксперты говорят, что рано или поздно игрокам пришлось бы объединиться, поскольку современный рынок VR-решений испытывает потребность в унификации стандартов разработки, а у его ключевых игроков есть все необходимое для этого процесса. У каждой из этих компаний есть собственные наработки в сфере виртуальной реальности. У Google есть Daydream, у Samsung – Gear VR, у Acer – Starbreeze, у Facebook – Oculus, у Sony – ее PlayStation VR, Vive – HTC. И все существующие комплекты виртуальной реальности несовместимы между собой. По этой причине рынок развивается очень медленно. Выпуск игр сразу на несколько устройств является дорогостоящим и трудоемким процессом. Подозрительно выглядит отсутствие среди основателей ассоциации компании Valve, создателя игровой платформы Steam – цифрового магазина, который на сегодняшний день является ключевой частью системы распространения игр на платформе PC. Дело в том, что Valve активно пытается вписать свое имя в историю становления виртуальной реальности. В частности, компания работает над SteamVR – многофункциональной системой виртуальной реальности для целой комнаты с охватом в 360 градусов. Пару лет назад Valve стала партнером компании HTC, и на свет появился их совместный продукт – VR-комплекс Vive. И вот теперь в глобальный альянс HTC вошел, а партнер, который создал программную часть, не упоминается. Буквально днем ранее появились новости о том, что с инициативой создать открытый стандарт для устройств виртуальной реальности выступил консорциум Kronos Group. Здесь самым важным является слово «открытый», потому что Kronos – некоммерческое объединение, которое в принципе занимается открытыми стандартами в области создания и воспроизведения видео и аудио. Открытыми и без отчислений, то есть бесплатными. Например, Kronos управляет спецификацией OpenGL для компьютерной графики. К проекту Kronos проявили интерес такие гиганты, как Intel, AMD, NVIDIA, Google, Oculus, Razer, Valve и Epic Games. Все компании в той или иной степени связаны с индустрией виртуальной реальности. Например, Razer разрабатывает платформу OSVR, Oculus и Valve соревнуются между собой на рынке VR-гарнитур, а AMD и NVIDIA фактически делят рынок мощных видеокарт. В Kronos Group рассчитывают, что со временем список компаний, присоединившихся к данной инициативе, заметно расширится. В качестве основы нового открытого VR-стандарта будет использоваться платформа OpenVR от Valve. Пока непонятно, есть ли конфликт между двумя почти одновременно появившимися организациями. Однако сам факт, что сразу две больших ассоциации пытаются по сути построить рынок VR и установить правила, приемлемые для всех игроков, говорит о том, что IT-гиганты по-настоящему поверили в это направление. Сейчас большая часть прибыли обеспечивается за счет продажи железа, шлемов, комплектующих камер и аксессуаров. Эксперты прогнозируют, что доходность рынка будет обеспечена не ранее, чем через три года, если, конечно, игроки этого рынка будут развивать его совместно, а не пустятся в конкурентные войны. Компания Microsoft на конференции WinHC сообщила, что в скором времени Windows 10 можно будет устанавливать на устройства, оснащенные процессорами Qualcomm. Речь идет об ARM-чипах, на которых и делают почти все мобильные устройства в мире. И первым чипсетом Qualcomm с поддержкой этой операционной системы станет Snapdragon 820. Это означает, что скоро появятся мобильные гаджеты на базе Windows 10. На смартфонах и планшетах можно будет запускать полноценные десктопные программы от Microsoft. Также представители Microsoft озвучили планы по развитию своей голографической платформы Windows Goographic, которая построена на базе ядра Windows 10 и состоит из очков дополненной реальности HoloLens и мощного инструмента для создания трехмерных моделей HoloStudio. Microsoft заключила партнерские соглашения с HP, Lenovo, Dell, Acer и Asus по производству VR-шлемов, которые будут взаимодействовать с Windows 10 и работать с оболочкой и окружением Windows Goographic. IT-гигант старается убедить производителей положить в основу своих устройств Windows Goographic, а затем обещает создать площадку вокруг VR для продажи игр и приложений через магазин Windows 10. И вот тут мы подбираемся к самому интересному. В Microsoft хотят, чтобы Windows сама работала в VR-шлемах, а Windows Goographic должна стать важной частью продвижения офисных приложений Microsoft. Для чего корпорации переносить бесктопные программы на смартфоны и в виртуальную реальность? Вероятно, это шанс осовременить свой основной источник дохода. Дело в том, что операционная система Windows и пакет приложений Office стабильно приносят компании соответственно 15 миллиардов и 23 миллиарда долларов прибыли, что составляет добрую половину 85 миллиардов долларов годового дохода корпорации Белла Гейтса. Но это тянется еще из 90-х годов прошлого века, и похоже, что вот-вот закончится, потому что рынок PC медленно умирает. А если учесть, что эру смартфонов Microsoft благополучно пропустил, то можно понять, откуда столько желания у IT-гиганта захватить новый перспективный и быстро растущий рынок в виртуальной реальности.